Сразу трех наркораспространителей привлекают к уголовной ответственности сотрудники следственного подразделения полиции. Преступную группу выявили и обезвредили оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков. Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Ивановской области пресечена деятельность преступной группы, члены которой занимались сбытом наркотических средств путем оборудования тайников закладок. В поле зрения оперативных сотрудников попали трое жителей областного центра, один из которых является гражданином республики Азербайджан, которые, действуя от имени одного из интернет-магазинов по продаже наркотиков, занимались сбытом наркотических средств через тайники закладки. При попытке сбыта очередной партии наркотического средства «Гашиш» молодые люди были задержаны. Провели задержание фигурантов оперативники, предварительно удостоверившись в том, что все трое занимаются криминальной деятельностью. Взяли молодых людей как раз за работой, созданием наркотических тайников закладок. Обстоятельства вашего задержания какие? Обстоятельства? Ну, при каких обстоятельствах у вас сотрудники полиции задержали? При отделе закладки. Как именно все было? Вы не один были, правильно? Нет. С другом? С другом. Ничего. Во время работы прошли. Раз подъехала машина, закрутили и везде водил. Как полагают оперативники и, как признаются сами задержанные, действовали они совместно и слаженно. У каждого в этой криминальной команде была своя хоть и маленькая, но роль. А друг ваш знал о том, что у вас наркотики при себе? Да. Он вам помогал как-то? Да. А каким образом он вам помогал? Делал фотографии. А, то есть у вас один закладывал, а второй фотографии делал? Грубая тогда. Эти фотографии потом вы с ними что делали? В телеграмм отправили. Куратору вашему, правильно? При задержании у них были изъяты наркотические средства, помещенные в пять тайников закладок. Все изъятые наркотические средства направлены на исследование ВКЦ МВД России по Ивановской области. В настоящее время по фактам преступной деятельности фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 228 прим Уголовного кодекса Российской Федерации. По какому поводу вы находитесь здесь? 228. То есть? Наркотики. Какие обстоятельства вашего задержания? А мне на все вопросы отвечают. Отвечайте так, как считаете нужным. Я хочу отвечать на вопросы. Почему? Сделал ошибку. Осознаю, что сделал ошибку. Я хочу об этом говорить и вспоминать. Говорить об этом подозреваемому в наркоторговле 23-летнему парню теперь придется регулярно. На допросах у следователя. А вот вспоминать, возможно, о произошедшем он будет теперь всю оставшуюся жизнь. А вы знали, что у него в этот момент при себе наркотики находились? Да. А как именно он вам об этом сообщил? Ну, я знал. Ну, я имею в виду, он там в ходе личной беседы или он вам сказал, что мы с тобой поднимать пойдем или раскладывать? В ходе личной беседы. Не знаете, что он собирался с этими наркотиками делать? Не знал. Что собирался? Просто пострадать. Трое совсем юных граждан не имеют постоянной работы. До того, как подались в наркоторговлю, перебивали случайными заработками. Один, по его же словам, ремонтировал телефоны, второй подрабатывал в автосервисе. Сколько успели заработать на этом? Мало. Ну, примерно там, больше 10 тысяч, меньше? Больше. Больше 10 тысяч. Ну, а ретировочная сумма какая? 10 рублей. Угу. О том, что за эту уголовную ответственность предусмотрено, знали? Да. А почему все-таки сделать решили? Работать несколько дней не хотел. Задержанные признаются, что вступили на путь наркоторговли не случайно. Все трое периодически употребляли наркотики. Вначале приобретали для себя, затем и сами подались в наркобизнес. Давно наркотики употребляете? У кого-то, наверное, уже. Ну, не употребляют так, один-два раза в неделю. Один-два раза в неделю? Год? В течение года один-два раза в неделю. В состав этой команды по распространению наркотиков входил и человек без гражданства. 24-летний молодой человек, по национальности азербайджанец, родился на территории России. Но свое пребывание здесь так и не узаконил. Занимался мелким, собственным бизнесом и по приглашению товарищей вступил в их криминальную кампанию. Не думали никогда о том, что проблемы это вам какие-то принесет? Думал. А почему продолжали делать? Ну, по большей части моя работа была не делать какие-то закладки, а делать просто фотографии. По сути, даже, ну, вот я с товарищами работал, они говорили. Они сначала предложили вот эту работу делать в закладке, потом не отказалась, мы поняли то, что это уголовный указуем, и тем более там непонятно еще что за счетов были внутри. Они предложили делать фотографии. Все фигуранты этой истории еще очень молоды. Всем им грозит немалый тюремный срок. И наверняка теперь, когда уже поздно, все они раскаиваются в своем необдуманном решении. Было бы мозгов побольше, потому что он не занимался ничем таким. От глупостей, в общем-то, да? Думаю, да. Угу. Жалеете? Поле чем. Теперь уже кажется, что все эти проблемы можно было как-то иначе решить, да? Да не кажется, а можно было бы. А почему вы в тот момент вот не подумали? Не знаю, деньги, может, голубь скружены. Спасибо.